ПЕСНЯ 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 Последние, думая, что Павел после столь страшной расправы умер, вытащили его за город, но когда вокруг пострадавшего за имя Христова и проповедь Евангелия апостола собрались ученики, Павел встал и вновь вернулся в город, а на следующий день вместе с апостолом Орнавою удалился в соседнюю Дервию. Находясь в Дервии, апостол Павел увещал учеников пребывать в вере, наставляя при этом, что достижение Царства Божия возможно лишь при одном условии – только при терпеливом перенесении скорбей. Рассуждая над приведенными словами первого Верховного апостола, преподобный Ефрем Сирин отмечает, что без печали и скорбей нет и спасения. Что это значит? Скорби – это тот фактор, который является необходимым для нашего духовного возрастания и спасения. Но при этом мы должны понимать, что не скорби сами по себе являются спасительными для человека, а то, как сам человек их переносит. Святитель Иоанн Златоуст так и говорит – важны не скорби, но их результат, ведь именно в скорбях человек проявляет свои качества. Преподобный Паисий пишет, что скорби – это ничто иное, как экзамен, который мы должны успешно сдать, дабы набрать проходной балл Царства Божия. При этом он указывает на, так сказать, сам механизм работы скорбей. Перенося их с правильным сердечным расположением, то есть не гневаясь и не ропща на Бога, мы получаем намного большее благо в вечности, собираем себе сокровища на небеса. Если мы приносим те или иные скорби, это вовсе не значит, что Бог отвернулся от нас. Напротив, наличие в нашей жизни скорбей можно расценивать, как особую милость Божию к нам, грешным. Ведь, как гласит Писание, «Кого любит Бог, того и наказывает». Причем в данной цитате из Ветхого Завета слово «наказание» правильнее воспринимать не в нашем привычном понимании, как некую кару, а в том смысле, который это слово имеет в церковнославянском языке, где слово «наказание» употребляется в значении «наказа», то есть «научения», «вразумления». В то же время, одной из целей неспосылания нам скорби является наше смирение. Припловный Макарий Великий так и пишет, «Бог, зная нашу немощь, по мудрости своей посылает нам скорби, чтобы мы стали более смиренными, а через это обрели самого Бога». В этом смысле Бог подобен искусному врачу, который, дабы излечить тяжелобольного пациента, использует чаще всего горькие на вкус, но при этом весьма действенные препараты. Точно так же и Бог для того, чтобы спасти нас от духовной гибели, использует методы, которые кажутся нам неприятными. Таким образом, наличие в мире скорбей вовсе не противоречит тому факту, что Бог есть любовь, но наоборот, подтверждает его. Ведь скорби, по сути, как раз и являются самым ярким доказательством того, что Бог любит нас и желает нашего скорейшего излечения от тяжких последствий греха. Мы, люди, все анализируем относительно собственных, далеко не совершенных взглядов на жизнь, а Бог все видит сквозь призму вечности. Именно поэтому мы должны всегда доверять промыслу Божьему и благодарить Господа за все, что Он нам посылает и все, что с нами происходит. Потому что все, что происходит в нашей временной жизни, даже если оно причиняет нам боль и неудобства, имеет более значимую конечную цель – наше спасение и обожжение. Субтитры создавал DimaTorzok